Татарстан получит в 16 раз больше денег на развитие предпринимательства. Каким бизнесом сегодня выгодно заниматься в республике и где возьмут деньги, чтобы отремонтировать татарстанские дворы? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте! Денег для развития малого и среднего бизнеса Татарстан в этом году получит в 16 раз больше, чем в прошлом. Речь идет о господдержке в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Бодрящую новость сообщил министр экономики республики журналистам на пресс-конференции с полной математической раскладкой. 1 миллиард выделит республика, 1 миллиард 100 миллионов в федеральный бюджет. Кроме того, по линии Минэкономразвития страны ждут 185 миллионов рублей, от Минсельхоза России 193 миллиона. Многие программы будут софинансировать бюджет республики. Итого, от 12 до 15 миллиардов рублей может составить общая сумма поддержки татарстанского бизнеса, заявили Министерство экономики республики. Правда, сам факт каких-то преференций для отдельных предпринимателей некоторые специалисты считают сомнительно полезным. Некоторые иногда думают, что надо сразу же идти к государству, участвовать в каких-то возможностях государства, которые предоставляют. Если ставить только на это, то победа слабовероятна. Если ты рассчитываешь только на себя, и рассчитываешь только на свою команду, и рассчитываешь на свои возможности, то тогда какие-то участия и возможности со стороны государства, это можно воспринять как хороший лотерейный билет, который ты выиграл определенные возможности. Сегодня предпринимателей малой и средней руки в республике чуть больше 170 тысяч. Но, например, в прошлом году, когда их было на полтора процента меньше, 167 тысяч, финансовой помощью воспользовался только один предприниматель из 55. При этом обороты малого и среднего бизнеса выросли за год на четверть и составили полтора миллиарда рублей. И главная задача сегодня – довести долю этого бизнеса с нынешних 22% до 50, как в Европе. Это даст новые рабочие места, налоги и продовольственную независимость. Снижение административного давления на бизнес. Вторая позиция – там льгота вводится по кредитам. Весьма большой акцент делается на это, и деньги выделяются на соответствующие ставки. Второе, третье, я бы сказал, на этом тоже акцент делается, это госзаказ. А то, простите, доступ к малому и среднему бизнесу. Можно сказать, что он малый и среднему бизнесу. Почему госзаказ? Ну, пускай он работает на рынок, да? Ну, чтобы поднялся, так сказать, малый и среднему бизнесу, ему нужно помочь подняться. Дальше он окрепнет, он сам пойдет. Из малых предприятий вырастают средние, средние и крупные. Но этот процесс постоянный, понимаете? Как маленькое растение, которое надо освободить от сырников, дать ему подняться. Дальше он сам упадет. Вот об этом и речь. Поэтому определенные преференции надо дать. И это и налоги, это и кредит, это и заказ. Поэтому вот здесь они, акценты, в общем-то, и расставлены. Выгоднее всего сегодня заниматься оптовой и розничной торговлей. 46,7% объема оборота – это доля продаж. Обрабатывающее производство вносят в общереспубликанскую копилочку 16%. Бизнесмены-строители – 11,5%. Сфера транспортировки и хранения – 7%. И 3 с лишним процента – различные агентства недвижимости. В Татарстане 10 850 дворов, и каждый второй двор нуждается в ремонте. Это в больших городах. В районах дела обстоят еще сложнее. Где взять денег? На это, кажется, придумали. Татарстанские единороссы на сессию госсовета предложили часть бюджетных средств, которые выделяют на благоустройство парков и скверов, отдать на ремонт дворов. В правительстве на это откликнулись сразу. Официальный представитель Казанского Кремля Лили Галимова рассказала, что есть варианты возможного финансирования этого нужного татарстанцам дела. Либо это будет отдельная программа со своим финансированием, либо часть проекта парки и скверы. Программу благоустройства дворов по заданию президента должны разработать и начать воплощать уже в этом году. Люди просят расширить места для парковок, оставить зеленые зоны, обустроить детские площадки. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.